столетие отечественному альпинизму стало хорошим поводом вашего приезда в дамбай владимир николаевич расскажите вот как вы увлеклись альпинизмом и что он для вас значит началось все с кисловодска тетя жила кисловодске и на каникулы я приезжал на три месяца кисловодска отдыхать учился это были 51 52 53 года естественно вокруг с местными ребятишками мы делали так называемые маленькие походы кольцо гора малое седло большое седло медовый водопад то есть такие знаковые места для кавказских минеральных вод была попытка совершить восхождение даже на бештау и вот в один из году в 53 мы вдвоем с товарищем пошли с севера от кисловодска к эльбрусу это 70 километров дорог там никаких не было дорога была только до долины нарзанов это 35 километров но мы как сказать для себя мы считали конечно опытные поэтому взяли вместо каких-нибудь спальных мешков одеяло простые спички забыли примусов никаких не было и в общем подошли даже до ледника эльбруса северной стороны свои сложности были в одном месте очень много было гадюк змей буквально чуть ли не наступали они грелись на солнце и вот когда я вернулся в кисловодск то своему другу луценко жени он с нами не ходил я дал слово ну или клятву что до 25 лет я поднимусь на эльбрус ну и на этом все и успокоилась после этого я занимался легкой атлетикой очень усиленно и когда мне исполнилось 22 года я вспомнил надо же слово выполнять и увидел так как я в спартаке обществе занимался увидел объявление что можно заниматься альпинизмом ну и я выдали мне путевку в то время я работал артель называлась имени 8 марта должность рабочей называлась монтажник кукольные головки то есть мы делали куклы до пристраивали глазки чтобы они закрывались открывались кукла нашего детства у меня были такие да там маша надя назывались а светлана такая кукла была высокая и за ручку возьмешь что она даже шагала мне отец ее купил за 10 рублей надо шагала ну вот и артель тому времени имела очень большие средства на развитие спорта 6 процентов у них было и они обратили дорогу до кавказа и первый лагерь был для меня это альплагерь шельда при эльбрусе в июне месяце путевку дали бесплатно ну то есть но в этот год я не сходил на эльбрус только на следующий год но потом вы компенсировали своими великолепными восхождениями эльбруса и все вершины на сегодняшний день уже 14 раз был в том числе три раза севера владимир николаевич расскажите вот восхождение на какие вершины на планете вы совершали но если по количеству то в 310 восхождений примерно 250 вершин потому что на некоторые вершины я был несколько раз но например пик коммунизма четыре раза арарат 20 раз моем активе конечно много районов которых я побывал о главное может быть что я не смог выполнить так называемую программу 7 вершин высших точек континентов то есть я сходил и имел в активе европа эльбрус азия верес африка килиманджаро австралия костюшка южная америка кунка гуа северная америка макиль ли или сейчас она динали и не смог я только выехать в антарктиду высшей точка винса то что это очень дорогое удовольствие это надо иметь ну примерно 30 тысяч долларов поэтому а так конечно если по странам по количеству 35 где-то стран и все благодаря фактически альпинизма но включая если так некоторые перечислить нова зеландия австралия япония исландия аргентина соединенные штаты америки три раза даже пять раз я был вот например вершина рейнир высшей точкой в сша штата вашингтон пять раз я на ней был ну вот так что багаж очень большой последний раз в донбай когда но где-то 50 лет назад да еще я хотел бы напомнить эпизод где-то 63 год когда здесь в середине июля произошло землетрясение одно из сильнейших на кавказе вроде бы говорили около семи баллов и эпицентр был в донбай мы в это время находились на восхождении на восточном донбай на маршруте и и когда затрясло все мы уже на биваке были под такой нишей и поэтому мы остались живы а соседняя группа это труда в ней погиб коротков и мы стали спускаться и не можем понять все изменилось и маршрут мы по которым поднимались высшей категории сложности не узнать я так называемым спортивным дюльфером спустился на ледник сел на ледник и стал ждать как спустится мой напарник уткин борис матвеевич и в это время видим еще был толчок и взглянул вверх и увидел ну метров 80 шириной скала отваливается и я не знаю скорость свою но 4 метра или 3 до бершрунда между стеной и ледником образовался рандклюфт и я с рюкзаком бросился туда рюкзак мне помог тем что я не улетел далеко вниз он задержал то есть метров на два только я упал ну а дальше начали камни падать а в это время внизу за вами наблюдал володя кого ненко вербовой и на когда это все на них глазах произошло вся эта масса камней а у них была связь с дамбаем с лагерем они говорят мы видели все на его двойку погибла и в это время связь была с москвой и спорткомитете когда получили сообщение они сообщили моей супруге эльвире что я погиб и когда выяснилось что что мы живы чтобы из трещины как говорится вылезли ну тут уже обратная пошла связь эльвиру вызвали да она сама пришла спорткомитет ей сказали что ошиблись извините ну и так далее вот так шестьдесят третьем году это произошло здесь после вот таких восхождений таких случаев что меняется в сознании внутри у сознания меняется конечно какой-то степени но в то же время вы знаете приобретаешь какую-то повышенная работоспособность по работе по и блоге так отмечает владимир николаевич советское время вы занимали должность я так поняла связанную с альпинизм что за работа была но работа в спорткомитете который все время менял название того сквоз спорта министерства тот центральный совет физкультуры и спорта и должность тоже менялась хотя функции были одни и те же то был тренер старший тренер государственный тренер начальник отдела и в общем я занимался работал 40 лет на одной должности и фактически но руководил так можно сказать альпинизмом советском союзе а потом и в россии владимир николаевич мне очень нравится вообще снежный барс сам и у вас есть этот титул прекрасный как вы относитесь к своим рекламе ну во первых снежный барс я вам скажу по секрету что я его вручаю обладатель обладатель да и я его вручаю проверяю присылают заявки я проверяю и я напомню что это восхождение на пять вершин по мира и теньшаня пик коммунизма корженевской хантенкли пик победы пик ленина настоящее время некоторые вершины переименованы пик коммунизма стал пиком измаила сам они пик ленина стал пик авиценны пик рженевской назвали пик азади пик свободы вот так меняется времена владимир николаевич мечта какая у вас если не секрет мечта да сейчас уже наверно вы знаете у меня мечта была такая что что выйдут на пенсию хотя и уже больше 10 лет на пенсии и я поеду по ущельям то есть начали добай затем в зон кол затем в архиз затем при эльбрусе безельги цей дегория но сейчас наверное это уже сложно осуществить но мечта такая вот была у меня все мечты сбываются и мы желаем что ваша мечта тоже сбылась спасибо вам большое очень приятно было с вами познакомиться приезжайте в карачаево черкесию почаще спасибо большое